Здравствуйте! Эфир Первого областного продолжает новости. В студии Евгений Макитрюк и вначале коротко о наиболее заметных темах этого дня. Земли в хорошие руки. С 1 октября в Преамурье началась реализация второго этапа закона о дальневосточном гектаре. Получить бесплатный надел теперь можно на всей территории области. Зима близко. Север Преамурья в выходные завалило снегом. Небом быстрее. В Тынде возобновились пассажирские авиарейсы в Хабаровск. Банковские тайны. Впервые двери Амурского центробанка открылись для обычных посетителей. Праздник без границ. Благовещенске с размахом отметили День образования Китайской Народной Республики. Ну а теперь более подробно оставайтесь с Первым областным. В Преамурье начали выдавать бесплатные наделы на всей территории области. Напомню, с 1 октября началась реализация второго этапа закона о дальневосточном гектаре. По последним данным уже поступило больше 50 заявок на получение земель. Как рассказал министр имущественных отношений области Сергей Ховрат, все выходные представители ведомства работали в районах, где идет выдача наделов. Была подана 51 заявка, из них 10 коллективных от 46 человек. 33 заявки поступили в бумажном виде. В основе своей за дальневосточными гектарами обратились те, кто уже ведет какую-либо сельхоздеятельность, либо имеет свое дело. Дополнительные земли таким умурчанам понадобились для расширения своего бизнеса. Гектары, например, попросили для производства пиломатериалов, а также разведения скота. Несколько человек обратились за дальневосточным гектаром для строительства дома, ведь программа позволяет взять бесплатный надел меньшей площади. Я бы хотел обратить внимание, размер участка один га, да, то есть закон говорит о том, что он не должен быть обязательно один га. И практика показывает, что люди берут участки меньше, все в зависимости от того, для чего это надо. То есть хотел бы обратить внимание людей о том, что не обязательно нужно брать участок один га. Если человек нужен гораздо меньше, система это позволяет, это вполне все равно. Также министр рассказал, как желающим получить дальневосточный гектар на территориях зачастую применяют индивидуальный подход. Так, если вероятность того, что участок или его часть уже заняты, специалисты уже на месте подыскивают другой подходящий вариант. Напомню, в Амурской области на 1 октября в пользование готовы были предоставить 15 миллионов гектаров, из них 14,5 миллионов – это угодья лесного фонда. 550 тысяч гектаров – это земли сельхозназначения. Кстати, в первый день работы из-за большого числа посетителей произошла задержка работы Федеральной информационной системы, технические неполадки уже устранены. Амурский губернатор предложил пересмотреть графики сокращения госдолга для регионов. Его поддержали многие. Главы субъектов, чиновники и представители бизнес-сообществ обсудили наболевшие экономические темы в рамках делового завтрака Сбербанка, который состоялся на площадке Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Александр Козлов выступил с предложением пересмотреть графики сокращения госдолга для регионов. Руководитель Сбербанка России Герман Греф поддержал Амурского губернатора, подчеркнув, что проблема пересмотра графиков есть и у других регионов. По сообщению ТАСС, с мнением амурского губернатора, согласен руководитель Орловской области, Вадим Потомский рассказал федеральным СМИ о том, что, цитата, «отсутствие щадящего графика погашения региональных долгов в текущей экономической ситуации может усугубить положение регионов вплоть до доведения региональной экономики до дефолта». По словам Александра Козлова, Амурская область управляет госдолгом, он не растет, но выплата по долгам составляет 15% бюджета, что не позволяет региону прирастать доходной базой. «По Минфиновским показателям идем просто шикарно в экономике, в показателях, но, к сожалению, вот эти отдачи долгов, камни собирать приходится по 4,5 миллиарда, мы не можем себе этого позволить. Мы не стесняемся и говорим о том, что у нас колесо приходит в Амурскую область, это индустриализация, это и «Газпром», и «Сибур», и другие проекты. Нам нужно просто 3-4 года для того, чтобы пережить». На север при Амуре выходные обрушился снегопад, в некоторых местах за день выпала месячная норма, особо завалила осадками поселки на границе Амурской области и Якутии, Юктали и Уснюкджу. Зима в Амурской области идет из Якутии, там на 1 октября в городе Алдан высота снежного покрова составила 6 сантиметров, а в приграничном Тындинском районе в поселках Уснюкджа и Юктали уровень снега достиг 7-8 сантиметров. Зима шагнула и в саму тынду в виде дождя и мокрого снега, «белый настил» появился в городе и в районе горнолыжного спуска Уськарау. По данным ГИСМЕТИО, осадки вероятны в течение всей недели в Тындинском, Зейском и Селенджинском районах. На юге региона выпадение снега маловероятно, но температура уже упала на 8-10 градусов, составляет плюс 2-3. Также ожидается усиление северного ветра до 15-20 метров в секунду. В Белогорске объекты Минобороны не готовы к зиме. В настоящее время без тепла остается одна из воинских частей, расположенная на территории городского округа. Как сообщает Пресс-служба администрации Белогорска, предприятие Минобороны, обеспечивающее содержание объектов, не исполнило предписание по подготовке к очередному отопительному сезону. В Горэнерго не представлен ни один паспорт готовности из обязательных 10, хотя сделать это было необходимо еще до середины сентября. Кроме того, согласно предписанию, военные должны были промыть сети, утеплить теплотрассу, принять меры по недопущению возможных аварийных ситуаций во время морозов. Однако и это не было исполнено. Кроме того, к 1 октября 2016 года перед ресурсоснабжающей организацией Белогорска у военных сформировался очередной долг за поставленное тепло по итогам прошедшего отопительного сезона – 8 миллионов рублей. До сих пор не погашен 20-миллионный долг за отопительный период 2014-2015 годов. Авария унесла жизни трех молодых амурчан. Легковушка врезалась в стоящий фургон. ДТП произошло в Ивановском районе в воскресенье 2 октября около 4 утра. В легковой машине находились шестеро молодых людей. Предварительно установлено, что 18-летний водитель совершил наезд на стоящий фургон. В результате он и еще двое парней в возрасте 18 и 16 лет от полученных травм скончались на месте. Еще трое пассажиров доставлены в больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Как и еще в одной страшной аварии, случившейся 30 октября на аэропортовской трассе. Напомним, в районе ресторана «Панорама» лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате один человек погиб, шестеро пострадали. По предварительной информации, рулевой одного из автомобилей был пьян и выехал на полосу встречного движения. По решению суда он заключен на два месяца под стражем. Сотрудники правоохранительных органов при Амуре почтили память полицейского из Дагестана Магомеда Нурбагандова, который этим летом погиб от рук боевиков. Напомним, лейтенанта полиции вывезли в лес и заставили отговаривать своих коллег от службы. На что Магомед Нурбагандов ответил «Работайте, братья». Тогда полицейского застрелили. Недавно президент России подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно. В пятницу, 30 сентября, в Благовещенске более 50 полицейских собрались на Площади Победы, чтобы провести акцию памяти. Амурчанам они раздали наклейки с надписью «Работайте, братья», который можно прикрепить на свои автомобили. Также в этот день волонтеры раздавали стикеры с символичной надписью и в других районах города. В Тынде возобновились пассажирские авиарейсы в Хабаровск и обратно. 3 октября состоялся первый полет, который выполнил самолет Ан-24 авиакомпании «Амур». На нем в северную столицу при Амуре прибыли 8 пассажиров. Столько же в этот день улетели в Хабаровск. В аэропорту Тынде первых пассажиров встретил лично мэр города Евгений Черенков. Для людей организовали автобус, которым они доехали до города. Также Евгений Петрович пообщался и с теми, кто отправился до Хабаровска. Самому маленькому пассажиру первого авиарейса из столицы Бама не исполнилось еще и полутора лет. Все очень здорово. Самолет прибыл. Дай бог теперь лиха беда начала, чтобы этот рейс работал. Рекламу мы сделали, билеты продаются. Погоду обещаем, загрузку за нами. Удачи! Приглашаем всех в полет. Летчики готовы летать, авиакомпания готова. Время в путь исследования занимает около трех часов. Дни осуществления перелета в понедельник и пятницу. Стоимость взрослого авиабилета составляет 5640 рублей. Для детей до 12 лет предоставляется скидка в 50%. Напомним, что Тындинскому аэропорту в этом году исполнилось 50 лет. И именно в этом году он получил федеральную финансовую поддержку. В данный момент его инфраструктура и наличие авиаказ позволяют организовать подобные авиаперелеты. Пункт пропуска через границу в Паярково не будет работать неделю до 7 октября. Пункт пропуска Сюнькэ-Паярково, а также еще несколько других дальневосточных таможенных постов временно приостановят работу с 1 по 7 октября. Это связано с большим праздником приграничного государства – Днем образования КНР. Между тем, на Благовещенской таможне трансграничные перевозки будут осуществляться в обычном режиме. Центральный банк России и День открытых дверей – понятие, казалось бы, несовместимы. И действительно, за всю историю финансового учреждения впервые 1 октября двери банка открылись для обычных посетителей, причем по всей России. О тайнах Амурского отделения узнавала наша съемочная группа. Попасть в святая святых российской финансовой системы – возможность настолько заманчивая, что места на все семь экскурсий разобрали за считанные дни. Перед началом посещение – голосование, правда, не за политические партии, а за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей. По предварительным данным, космодром «Восточный» на втором месте. Его опережает только Сочи, и то всего на несколько тысяч голосов. После голосования гостей пригласили на экскурсию по зданию, являющимся памятником архитектуры. 26 ноября 1893 года в нашем городе стоялось официальное открытие Благовещенского отделения государства «Валка». Здание, построенное в 1909 году, принадлежало Сибирскому торговому банку. Его несколько раз достраивали, но все же сохранили исторический облик. Посетителям показали косовый зал и музей Центробанка. Старейший экспонат – пятикопечная монета конца 18 века. Хранится на почетном месте. Она подлинная. А вот «Сторублевка» конца 19 века с изображением Петра I и Екатерины II – реплика. Самым известным денежным реформатором в стране, конечно, является Петр I. Монетные дворы, которые создал Петр I, работают и сейчас, чеканят монету. Кстати, самым первым крупномасштабным фальшивомонетчиком в России был Наполеон. При этом по качеству исполнения его французские реплики превосходили даже оригиналы. В 1812 году, когда в Россию пришел Наполеон, он не стал заморачиваться по поводу изготовления денег. Он просто напечатал много фальшивых ассигнаций образца российских. Поэтому, когда война с Наполеоном закончилась, Наполеон из России ушел, а фальшивых денег осталось очень много. Гостям показали, и как заканчивается жизнь купюр Банк России – единственный, кто имеет право изымать деньги из оборота. Банкноты режут машины, аналогичные Шредеру. Хранится в музее и пакетик с долларами. Интересный факт – первые полвека на работу в Центральный банк брали исключительно мужчин. В 1912 году на работу разрешили принимать женщин, правда, только членов семей, служащих Госбанка. Мне понравилась, во-первых, архитектура здания. Внутренний двор очень красивый. Очень необычно, кажется, находишься в каком-то музее, в каком-то дворце, ну, может быть, Санкт-Петербурга или Москвы. 1 октября для посетителей двери отделений Центрального банка открылись в 84 городах России. И сейчас совет директоров рассматривает предложение сделать экскурсии ежегодными. Кстати, для гостей Банк России открывал свои двери совершенно бесплатно. Ирина Кобзарь и Андрей Цветков, Первый областной. Долгожданная премьера исторического спектакля «Горький хлеб Албазина» состоялась в Амурском театре драмы 30 сентября. Новой постановкой открыли 133-й творческий театральный сезон, стартовал который с акции «Ночь в театре». Зрители в храме Мельпомены встречали казачьими танцами и песнями. Любой желающий мог попробовать национальные блюда и угоститься медовухой. В здании театра открылось много творческих и исторических площадок, выставки, посвященные казачьему быту, ярмарка работ народных умельцев. Украшением вечера стали казаки на лошадях, лихо скачущие по улице Ленина. Но все же главным событием стал показ исторического спектакля «Горький хлеб Албазина», который посвящен 350-летию появления на амурской земле албазинской чудотворной иконы слова «Плоть бысть», а также противостоянию в 17 веке русских первопроходцев при Амуре. В спектакле была задействована вся труппа театра, более 30 актеров, каждый из них сыграл 2-3 роли. По сценарию спектакля в нем насчитывалось около сотни образов. В центре сюжета – судьба женщины, через которую красной линией проходят ключевые события 17 века, развернувшиеся на Амуре. Это рассказ о том, как первопроходцы жили, любили и защищали русскую землю. Сегодняшняя премьера, она долгожданная, она еще раз рассказывает о удивительной истории заселения Дальнего Востока. Я думаю, что вот такое интересное решение авторов этого спектакля сегодня заставит амурчан получить истинное духовное удовлетворение. И в дальнейшем, я думаю, что этот спектакль войдет в одну из золотых страниц нашего театрального искусства. Спектакль «Горький хлеб Албазина» наполнен песнями и танцами в исполнении актеров театра драмы. Особый колорит придает специально сшитые для пьесы костюмы и с точностью до мелочей представленные декорации албазинского строга. Автор пьесы – амурская поэтесса и писательница Нина Дьякова. Она на протяжении года собирала исторический и литературный материал для постановки. Режиссером-постановщиком авторского проекта выступил заслуженный артист России Вадим Гогольков из Хабаровска. Сходить на урок китайской гимнастики, разукрасить веер, написать первые в жизни иероглифы – все в одном месте. В одном из торговых центров Благовещенске с размахом отметили День образования Китайской Народной Республики. Организатором мероприятия стал Институт Конфуция. Как прошел китайский праздник на русской земле, расскажем в следующем сюжете. Тхайдзи Тюань – одна из самых популярных энергетических практик, сочетающих в себе спокойствие и движение, пластичность и силу. Традиции Поднебесной прижились и на Амурской земле. Валентина Нефедова пришла на занятия два года назад. Женщина-делица китайская гимнастика очень отличается от привычной советской. А здесь одно движение, заканчивается потом второе, заканчивается второе, третье начинается движение. Ну вот как в спортивной гимнастике, в вольных упражнениях, понимаете? Ну мне очень понравилась эта новизна. Хуай Юйфэй – педагог по каллиграфии. Для русских учеников просто Артур. Учитель всего 24 года. В Россию приехал из Цицикара. Сначала жил в Челябинске, потом переехал в Благовещенск. Молодой человек делится. Ему очень приятно, что традиции Поднебесной чтут и на российской земле. Для нас, китайцев, это не просто праздник, еще большой отдых. Большой, хороший отдых. Потому что мы минимум три дня отдыхаем. Обычно люди все вернутся домой. Сами жители Поднебесной шутя называют этот праздник периодом массовой миграции внутри страны. И опытные путешественники знают, «Джи Дэй» и авиабилеты на октябрь лучше покупать в сентябре. А вот на этот праздник можно было попасть без билета. Тематические площадки подготовили по возрастам. Дети могли расписать традиционные китайские веертия. Кто постарше, пробовали себя в искусстве каллиграфии. Центральной темой праздника стала фотовыставка. Это гора на территории Тибет. Вы знаете, что есть очень современные, модные названия марки спортивной одежды. О том, что в Китае живут 56 национальностей, знают немногие. Чтобы показать всю многогранность, Поднебесные преподаватели института заказали 11 различных костюмов. Они обошлись почти в 14 тысяч рублей. На мне, допустим, это костюм уйгура. Вы, наверное, многие, кто ездили в Хэйхэ или в сопредельные территории, видели, как уйгуры продают такие сладости на рынках. Пожалуй, больше всех были удивлены такому мероприятию. Туристы из Поднебесной преподавателей института поздравляли своих соотечественников с праздником и дарили флажки. Между тем, Институт Конфуция планирует провести 5 октября открытую лекцию на тему пропаганды в современном китайском обществе. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Первый областной. Амурчане на Дальневосточном форуме. Библиотекари из Благовещенска отправятся во Владивосток на выставку «Печатный двор». Там они представят книги, изданные благодаря муниципальному гранту. Что повезут, в Приморье амурчане рассказывали на специальной пресс-конференции. Как было отмечено, на встрече с журналистами в рамках выставки пройдет и крупнейший форум по вопросам регионального книгоиздания. Свой опыт представит и муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска. В прошлом году она уже принимала участие в ярмарке. Тогда книги, изданные при поддержке городского управления культуры на средства муниципального гранта, отметили дипломами и медалями. В этом году на конкурс будет представлено три издания мужских авторов. Это лучшие работы, которые победили в городском конкурсе «Город Благой Вести». 2016 год оказался также в наиболее эффективном плане писательско-издательской деятельности. Было поддержано сразу шесть краеведческих изданий, которые приняли участие во втором писательско-издательском форуме, столичные издания от юбилея к юбилею. И некоторые из них будут представлены в рамках уже дальневосточного форума, дальневосточного конкурса «Печатный двор». И мы надеемся, что получат заслуженное признание не только на уровне Благовещенской, Амурской области, как это было сделано в рамках конкурса «Город Благой Вести», но и вот на таком дальневосточном уровне. Белогорцы смогут сами контролировать, как расходуются народные средства, собранные на достройку физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова. Для этого будет сформирован специальный общественный совет. В его состав предлагают войти всем социально активным горожанам. Заявления принимаются до 10 октября. Как отметил глава Белогорска Станислав Милюков, раз стройка теперь народная, то и контроль над тем, как расходуются деньги, на ее завершение должен быть народным. Напомним, сбор средств начался с 19 сентября. Первый взнос сделал сам градоначальник. Он перечислил свою зарплату за сентябрь. В настоящее время общая сумма добровольных пожертвований составила 235 тысяч рублей. В поселке Магдагачи состоялся дальневосточный турнир по самбо. Он был посвящен памяти героя Советского Союза Михаила Курбатова. Открытие турнира состоялось возле его монумента, установленного в населенном пункте Наканоне. Это традиционное спортивное мероприятие прошло в Магдагачи уже в 26-й раз. В дальневосточных соревнованиях на бойцовском ковре Магдагачинской средней школы, которая также носит имя героя, сошлись 130 самбистов из Благовещенска, Свободного, Тынды, Магдагачи, Серышева и Комсомольска-на-Амуре. В рамках турнира были разыграны комплекты наград в 23 возрастных и весовых категориях. Украшением турнира стала борьба в абсолютной категории среди взрослых. В ней победил воспитанник местной секции самбо Алексей Ахмедшин. К слову, этот вид спорта в амурской глубинке развивается благодаря энтузиазму основателя секции Хайбулы Саидова. За 30 лет существования самбо в Магдагаче здесь выросли два мастера международного класса и 10 мастеров спорта России. Сезон самбо только начался, впереди у ребят первенство и чемпионат Амурской области, а также борьба на дальневосточных турнирах. Это последний материал выпуска. Напомню, эти и другие сюжеты всегда можно увидеть на страничке Первобластного канала в Фейсбуке, а также на сайте www.amurobl.tv. Ну а я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин